Знаете, война идет сегодня у нас в стране. Она идет у нас дома. И кому-то неудобно голосовать, кому-то неудобно об этом говорить, кому-то удобно постоянно перекладывать куда-то ответственность и надеяться, что кто-то придет и вот там тихонечко за нас сделает домашнее задание. Но так не бывает. И сегодня Украина переживает самые сложные времена. И нам нужно брать на себя ответственность. И время брать на себя ответственность пришло и в украинский парламент. Потому что более 2,5 лет украинский парламент живет своей жизнью, рассматривает свои законы, печется о каких-то третьестепенных проблемах, но не участвует активно сегодня в том, чтобы мирно урегулировать ситуацию на Востоке. И для многих уже стала привычной сводка новостей. Ранено столько-то, погибло столько-то. То есть это как-то становится аж страшно, что уходит в обыденную жизнь. Поэтому если у нас появляется хоть один малейший шанс сегодня остановить войну, восстановить целостность нашей страны, вернуть сегодня в общую украинскую семью неконтролируемые территории, то мы должны приложить для этого все свои усилия. Есть минские соглашения. Их можно долго критиковать, о них можно долго философствовать. Прошло уже больше двух лет, но может уже хватит философствовать. И давайте мы возьмем на себя ответственность и примем те решения, которые от нас ждут люди. Правильно ли я понимаю, что вы за проведение выборов на территориях оккупированных? Мы за реализацию минских соглашений. Мы за то, что взяли на себя обязательства, подписали протокол. И если последовательно, сегодня все стороны минских соглашений подтверждают, что они выполняют свою часть, и мы видим, что это не голословные заявления, не очередной популизм, а что это реальные действия, то безусловно и мы должны выполнять свою часть обязательств. Правильно. Наталья, вы говорите, что вот та грустная статистика о том, что столько-то погибло и столько-то ранено, это есть результатом нарушения со стороны боевиков минских договоренностей. Потому что люди догибнут в результате обстрелов, что и с нарушением режима тишины. Есть нарушение режима тишины. Я постоянно посещаю серую зону контролируемой части Украины. И мы постоянно находимся на связи и с Маринкой, и с Красногоровкой. Вот вы представьте, там люди большую часть своей жизни в последние два года проводят в бомбоубежищах, в подвалах. Дети под бомбежками ходят в школу. И поэтому мы опять же можем сегодня возвращаться в дискуссию, кто прав и кто виноват. Но мы должны у себя дома сегодня восстановить мир. Это наша в первую очередь обязанность и ответственность. И поэтому у нас есть мирная Минская дорожная карта. Вот если мы видим, что все стороны, а мы слышим заявления, которые подтверждают готовность сегодня всех сторон следовать букве Минских соглашений. Значит, давайте выполним те обязательства, которые взяты украинской стороной. И, безусловно, если это выборы, то это по украинским законам, это с международными наблюдателями. Это все четко сохраняет те принципы, которые там заложены. Если мы говорим о конституционном процессе, так давайте же хотя бы начнем публично об этом говорить. Не просто шарахаться в стороны и делать ультимативные заявления. А мы будем голосовать, а мы не будем голосовать. Так вы тогда едьте туда, сядьте и живите в Маринке, и проводите там заседания фракций, и почувствуйте на себе, что такое жить каждый день на войне. Я думаю, вы не будете спорить, что невозможно проводить выборы, когда по улицам ходят вооруженные люди. А куда они денутся тогда в таком случае, если мы говорим сейчас о проведении выборов? Мы вот сегодня слышим заявления министров иностранных дел европейских стран, которые уверяют нас, что части, которые подписали минские соглашения, готовы их выполнять со своей стороны. Если мы уверены, что выборы будут проходить по нашему закону с международными наблюдателями, если мы абсолютно уверены, что это будут свободные демократические выборы, не под прицелом, то мы должны сегодня думать об этом процессе и думать, как его реализовать. Вот не просто нет-нельзя, вот как путь достижения к цели. Это правильные шаги, шаг за шагом, по достижению этой цели. Можно сделать вывод, что вы тоже не голословно просто за проведение выборов, а за проведение выборов, но с учетом отведения вооружения, прекращения, полного прекращения огня. С учетом выполнения минских соглашений. Там все очень четко и попунктно написано. Вот говорю, есть единственный сегодня формат. Пока, к сожалению, за два с половиной года ничего лучше и качественнее не было предложено. И если нет лучше и качественнее, а мы обязаны решить сегодня вопрос и восстановить мир в нашей стране, то давайте делать то, что на сегодняшний день есть. Наталья, вы говорите, что все четко прописано. Смотрите, это вот свежайшее заявление Жанна Марко Эйро. Одно слово только скажу, но это важно. Он как раз говорит о последовательности. Итак, он заявляет на следующем этапе. Непрерывный процесс принятия Рады избирательного закона и специального статуса. Одновременно. Вот здесь, внимание, одновременно. Он не говорит там после, да, или после завершения там чего-то. Он говорит, одновременно продолжается отведение и сохранение под контролем тяжелого вооружения. Делаются шаги по улучшению доступа наблюдателей к территории Донбасса. Проходит создание продвинутых баз наблюдения ОБСЕ. Это второй этап. Это синхронный этап. С принятием как раз таки Верховной Рады необходимого законодательства. Одну минуточку, если можно. Вот смотрите, если сегодня принимается закон, это не значит, что сегодня проходят выборы. Да, это совершенно правда. И мы также, понимая состав сегодня Верховной Рады, отдаем себе отчет, что это даже не сегодня и не завтра можно мобилизовать наших депутатов и убедить их в патриотичности позиции сегодня для того, чтобы восстановить мир в нашей стране. Но, видимо, министр понимает это и продолжает, и я цитирую его, третий этап это утверждение Верховной Рады даты проведения выборов и завершения конституционной реформы. Конец цитаты. Очень, очень логично. Вот, ну... Воконание минских домовленостей в полном обсязе. Вважаю, что с точки зрения войска, они выполнили очень важную роль, когда прекратили массовые убийства, трагедии. Но политическая часть этих домовленостей стала с разных причин заблокована. И заведение парламенту – разблоковать эту политическую часть и привести до того, что этот конфликт, как сказал министр Цеканоновых, который в Немечине, станет стагнацией, не продолжает. Будь какая стагнация, и мы все бачим на прикладе Азербайджана и Армении, Нагорного Карабаху, это продолжение конфликта, и час от час выникает увеличение эскалации, как сталося и, на жаль, в нашей стране. Тому вважаемо, что выконание минских домовленостей с корректированием с реалем сегодняшнего дня – это главное завдание нашего парламента. Поддержать Константин Грищенко. Правильно сказал, если мы не смогли за это время предложить новый формат, более лучший, более качественный, то сегодня дискутировать на тему, делать или не делать, выглядит это как-то не совсем корректно с моей стороны. И для того, чтобы не было таких столкновений, не было той страшной трагедии, которая произошла 31 августа под стенами Верховной Рады, диалог нужно начинать не в момент принятия решения. Сегодня нужно проголосовать, сегодня давайте это обсудим. Я уверена, что и вопрос изменений в Конституции, и вопрос выборов. Мы должны вести в общенациональном диалоге, объясняя людям, проводя дискуссии, в поиске более правильных решений. А не просто так, что вот нет и все, вот мы не хотим и нам не нравится, и мы методом силы будем пытаться надавить сегодня на то, чтобы заблокировать минский процесс. Поэтому я очень верю в то, что голос добра в нашей стране будет звучать громче голоса ненависти и агрессии. И вот голосом добра мы сегодня должны объединить все усилия, все здравые силы в нашей стране, чтобы добиться и привести страну к миру. Я вот хочу сказать несколько слов. Сегодня впервые в Украине собрались женщины-депутаты всех уровней, начиная от сельских, городских, областных, районных советов, и обратились ко всем политикам Украины. С тем, чтобы сегодня отложить в сторону те процессы, которые нас разъединяют. Чтобы сегодня наложить мораторий на муссирование тех тем, которые раскалывают нас внутри страны. Политические дебаты, они еще обязательно будут. Но вот сегодня наша задача, и то, что предлагают женщины-депутаты всех уровней, это объединить свои усилия, объединить свои возможности ради того, чтобы принять самые важные решения. Первое и самое важное решение, это, конечно, вернуть мир Украину. Второе самое важное решение, это сегодня обеспечить взаимопонимание и социальное благополучие в стране. Вот мы сейчас стоим на пороге бюджетного процесса. Сегодня каждый человек задает вопрос пенсий, заработных плат, как заплатить за тарифы. Вот это самая актуальная повестка дня. И по поводу этой актуальной повестки дня мы обязаны сегодня объединиться. И в том числе и в реализации минских соглашений. Вы говорите, женщины, депутаты разных уровней, разных рад. Поддержали ли вас народные депутаты Украины из других фракций самопомощи, например, БПП? Вот сегодня как раз женщины и приняли обращение ко всем депутатам всех политических сил. Прямо так написали. Всех политичных партий, та позафрактийных. Я имею в виду конкретно. Ваши депутаты, ваши коллеги, депутаты, женщины из других фракций поддержали вашу инициативу? После того, как женщины и депутаты всех уровней сделали такое обращение, мы обратимся ко всем женщинам, депутатам парламента Верховной Рады Украины. Поэтому меня как бы уполномочили женщины-депутаты со всей Украины. Я надеюсь... Знаете, что сегодня говорят больше всего люди? Когда они смотрят, как ведут себя наши политики. Вот мы там ссоримся, что-то доказываем. А в основном у нас в политике мужчины дерутся. Да, есть такая традиция. Люди называют это одним словом. Они нас позорят. И отсюда порождается недоверие. И недоверие к парламенту, недоверие к власти, недоверие к тем соглашениям, которые подписываются. Поэтому вот и нужно перестать позорить друг друга. Только личным примером. Вот женщины сегодня оказались сильнее всех. Они личным примером сказали, мы готовы протянуть руку даже тому, с кем раньше под одной крышей бы никогда не стояли. Инициатива хорошая. Да, но с другой стороны, вот мне так почему-то кажется, я думаю, наши телезрители бы меня поддержали, что если бы уровень жизни был достойный у наших граждан, то как бы там себя вели депутаты? Дрались бы, да хоть перебивали друг друга? Если бы жизнь в стране наладилась, я думаю, поддержали бы граждане Украины в виде. Абсолютно согласна. Только подождите. Вот знаете, они дерутся, потом мирятся, потом выпивают за то, что они помирились. А от этого жизнь в стране не меняется. Вот у нас повестка дня, она кто с кем поссорился, кто что купил, у кого что отобрали. А ответы на самые важные вопросы, что в бюджете делать сегодня с пенсиями, с зарплатами, с тарифами. Вот на эти вопросы мы должны обратить особое внимание. ...тех депутатов, которые непригодны, и которые нужно давить на них всякими там следственными действиями. Они же никого не трогают с правовластных, ни депутатов, ни вообще никого. А то, которого избранно и бьют конкретно. То есть у них есть цели, на которые надо разбудить уголовные дела, и которых надо подвесить на крючу, чтобы потом нужно было договариваться. Поэтому все вот эти доказательства, я думаю, будут рассматривать через большое увеличительное стекло. И я думаю, дождутся они какого-то положительного результата. Я уже не говорю экстрадицию. Вот в этом контексте же вы говорили сегодня о заявлении генпрокуратуры, о возможном сети неприкосновенности с депутатом Николаем Скориком. Правильно я понимаю? Или вы не знаете об этом? Нет, я не в курсе. Вот, ожидается, да, представление. Время в администрации, я вам не расскажу, я сам просто провел долгое время. Президента я знаю, куда ходят эти люди, это сытник, что это за человек, кем он поставлен, и какие цели и задания он выполняет. Поэтому там рассказывать о независимом каком-то антикоррупционном дурошке, они борются с коррупцией, да. Пусть они, если они борются, так и на самом деле борются с коррупцией. Это, я говорю, это просто такие мнимые непонятные органы, которые, я говорю, используют для того, чтобы извлечь какие-то свои корыстные интересы. Правильно ли, Александр Романович, правильно я вас понимаю, вы говорите, что НАБУ действительно борется с коррупцией, а генпрокуратура извлекает какие-то личные интересы? Нет, НАБУ не борется с коррупцией, ну, что вы думаете. А кто тогда борется? У нас на сегодняшний день все правоохранительные органы выполняют определенные какие-то задачи. Борьбы с коррупцией никакой нет. Борьба с коррупцией, они знают, где находится коррупция на самом деле. Вот там они должны бороться. Они так выдергивают отдельно никаких каких-нибудь там среднего рода бизнесменов, людей, у которых можно что-то отобрать, чем-то надавить. То есть они не трогают никого из больших, как бы сказать, из крупных, из крупных, как они говорят, там, рыбы, и не трогают никого там из БПП или еще. То есть они задача вот такой вот, знаете, достать людей, там, бизнесменов, оппозиционных партий, там, другие. То есть вы вот смотрите, с кем они борются? Я просто боюсь, чтобы не оборвалась связь. В нашей студии Виктор Васильевич Чумак, народный депутат Украины, вот у него есть реплика, вопрос, я не знаю. Не, не реплика. Я просто хочу сказать, что я тут, как не буду парадоксально, могу погодиться с тем, что до политичности всех этих затримантов. И знаете, почему? Потому что, в принципе, наша политика – это продолжение бизнеса. Для очень много людей, которые сегодня находятся власти. И просто политика – это способ капитализации властного бизнеса. Но они просто не дают свидетельствию что это конфликт интересов, корупция, злочин и так далее. Они так звикли жить. Они по-иншому не могут жить. И они так живут. И поэтому, когда их затримают за то, что так вот происходит, они говорят, что это же не корупция, это политическое переследование, политических оппонентов, бизнес-конкурентов. И так оно и есть. Потому что правоохранные органы были такими. Но то, что сталося с паном Онищенко, насколько я знаю, то даже администрация президента не знала про то, что его будут затримывать в Национальном декорупционном бюро. А господин Онищенко, Александр Мачкович, а вы вот просто, мы правильно услышали? Вы же ведь говорили, что Сытник ходит в администрацию президента. Правильно вас поняли, да? Конечно. Вы даже посмотрите, есть на громадском телевидении, меня как-то снимали камерой, кто ходит по ночам в администрацию президента. И вы увидите, как сняли меня и как сняли холодничка. Поэтому я же говорю, что какое-то время мы ходили в одни кабинеты и получали какие-то ожидания. Потом ситуация поменялась, и ожидания изменились. Ну, то есть вы ходили к президенту, там, да, и понятно. Ну, смотрите. Ну, просто не можем не спросить. Где вы? Ну, да, интересует нас. Вы в Лондоне? Александр Мачкович, вы в Лондоне? Да. Да. И просто вы сказали, что вы ходили в администрацию президента в те же кабинеты и получали там те же, по сути, задачи. Если можно, вот коротко, а какие задачи вы получали в администрации президента? Я вам все скоро расскажу. Я сказал. Потерпите буквально неделю, я вам расскажу. Но вы не отрицаете, что получали какие-то задания или просьбы от президента? Конечно. Я не отрицаю. Александр Мачкович, последний вопрос. Просто действительно мы... Я знаю, поэтому, как работает это антикоррупционное бюро. Какие задачи они выполняют и какие функции они получают там. Ну, вот вы сейчас сказали, просто вся Украина услышала, а не только Украина, что вы через несколько дней расскажете. Так мы тогда будем просить, чтобы вы в эфире 112-го рассказали, раз уж вы здесь, в нашем эфире пообещали. Да, я... Ну, буквально 100 дней вы получите новую данную информацию. Все, мы вас словим на слове. Последний, очень кратко, просто хочу у вас узнать. Вот смотрите, по господину Скорику, да, ситуация. Сегодня Юрий Луценко проанонсировал обращение ГПУ к Верховной Раде, ну, с просьбой дать согласие на задержание и арест Скорика. Вот вы бы что советовали господину Скорику, учитывая то, что вы рассказываете о НАБУ и о генпрокуратуре, и о том, что у нас карательные органы и так далее. Что вот делать человеку? Я не знаю. Я, скажем, ничего не могу сказать. Я советую народным депутатам просто, когда они говорят, что больше владеют ситуацией, знают, что к чему. Не подвергаться тем угрозам, которые на них будут. Просто у нас практически половина депутатского корпуса вполне подвешены какими-то уголовными действиями и давлением со стороны центров. Все, спасибо. Будем благодарить, да, Александра Романовича, Александра Нищенко на основе на связи. Был народный депутат Украины. Самі звільнили себе від виконання Конституції, президента звільнили від виконання Конституції і уряд звільнили від виконання Конституції. Через це всі, очевидно, бачили, що буквально за годину до прес-конференції сталася подія, по якій би в любій цивілізованій країні зараз хтось би пішов в відставку і когось би взяли негайно під варту. Я маю на увазі чи то спікера парламенту, чи то іншу якусь людину. Але суспільству вже була б дана відповідь, коли по приголосуванні за Раду Національного банку України були внесені із чотирьох три прізвища, які не проходили через комітет і не були схвалені на комітеті. Тобто відверте шахрайство, відверте маніпулювання, тобто кримінальний злочин. Останній раз ми ставили питання про те, що Рада Національного банку України орган, який чітко передбачений статтею з сотою Конституції України, який має свої функції, згідно з новим законом, з вересня місяця втратила свої повноваження на підставі другої статті того закону, і з вересня місяця у нас її не існує, вона не працює. Але вона сьогодні тільки була відправлена частиною вісім чоловік, які призначаються парламентом, сьогодні тільки були звільнені. Нових нікого не призначено. Тобто оці функції, які передбачені статтею сотої Конституції Ради Національного банку, розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням, нічого цього не здійснює. Це більш того. Зараз по новому закону Рада Нацбанку здійснює контроль за кадровими призначеннями Національного банку, зокрема заступників, перших заступників і так далі голови Національного банку. Тобто Гонтарєва рулила односімно під прикриттям президента Порошенка як гаранта дотримання конституційних прав і свобод. Тобто і Гонтарєва і Порошенка чинали дії, які підпадають під ознаки караних злочинів. Прямо скажемо так. Чому? Тому що ціла інституція функціонувала такий спосіб. На сьогоднішній день 78 банків знищено, 480 мільярдів людям понесено збитків нашим українським людям. Тобто відбувається знищення не тільки фінансової системи під виглядом нібито очищення і так далі, як це називається, а перебирання активів, які закладено в тих банків на користь тих фінансових угроповань, які сьогодні утримують дві фракції БПП і фронту змін. Антинародного фронту і блоку панамських патріотів, чи його сьогодні називають по-іншому, політичних проституток, як завгодно, називають в народі, так в Одесі каже. Хочу сказати, що 157-ма стаття Конституції чітко передбачала, що в умовах агресії зміни до Конституції не вносяться. Зокрема, це чітко виходить із тексту частини другої цієї статті, де написано Конституція України не може бути змінна в умовах воєнного або надзвичайного стану. Коли говорять, що сьогодні немає воєнного стану, а стан війни, про який весь час каже президент, він називається АТО формально, то я хочу сказати, що зміни до Конституції, які були проголосовані, такий спосіб, я вже сказав, що не зовсім все вробилося конституційно, наприклад, перед цим був прийнятий закон про судоустрій і статус суддів, який не базувався на чинні на той момент Конституції України, порушував цю Конституцію і він був прийнятий і проголосований з відразу в двох читаннях, в першому, в другому і в цілому, в супереч здоровому глузду, в супереч регламенту, а потім після цього були внесені і зміни до самої Конституції. Так ось 157 стаття цього це забороняє і я вважаю, що це найбільший подарунок Путіну, який зроблений з часу початку війни. Це найбільший подарунок, підтверджую. Чому? Тому що після цього сталося вже те, що відбулося вчора, 6 липня, коли президент Путін Російської Федерації провів розмову з президентом Обамою і сказав такі речі, що треба реальний прямий діалог з Донецьком і Луганськом забезпечити центральної влади Києва, тобто з терористами і бойовиками, які причиняють, йдуть велику шкоду сьогодні, і особовому складу, і країні, і вжив таку фразу про спільну розробку закона про місцеві вибори. Назвіть мені, будь ласка, ще одну країну в світі, яка спільно з країною-агресором розробляла б якийсь закон. Тому очевидно, що на таку заяву, на такі повідомлення зразу мало б бути висловлювання і заява Міністерства закордонних справ, що ні, ви не лізьте і так далі, і нагадати, що існує стаття першої Конституції України, але ніхто цього не зробив. Не зробили ні МЗС, ні Гройсман як прем'єр-міністр, не зробив це і Петро Порошенко як грант дотримання конституційних прав і свобод. Тобто, поступають в даному випадку як люди, які здають країну під управління зовнішнього управління. Знаєте, в нас все зараз вирішується без думки народу, на превеликий жаль. Зараз один прем'єр валив економіку, другий розвалив, довалює і радуються всі. Не розуміючи, що вже нема виходу, вже ніхто не буде збиратися просто на Майдані, просто прийдуть, винесуть і все. Більш нічого. Я хотів би зараз сказати про головну річ, як людина, яка зараз головує в коаліції позапарламентських політичних сил, створена така коаліція для протидії тому, що творять сьогодні ті, хто є коаліцією, для протидії тому неправильному курсу. Ми хочемо сказати, що, по-перше, нема визначення щодо терористичних республік. Ну що, хіба важко прийняти рішення про визнання ДНР і ЛНР терористичними республіками? Раз. Друге, нема рішення про оцінку, бадай, нінським так званим домовленням чи договорнякам. Чи відповідають вони парламентсько-президентські республіки чомусь, чи не відповідають? Я розумію, що цього боїться страшенно Порошенко. Чому боїться? Бо він же роздуває щоки там на закладі і каже, я що хочу своїм парламентом, так його і роблю. В таку позу, яку хочу, в таку і ставлю. Ось дивіться, я взяв напередодні привняття Конституції, привіз матеріали певні, кинули, показали людям і ось вам результат, який дали результат. Через це я переконаний, що про вибори ми не маємо зараз говорити, ми маємо говорити про кількість вбитих і і на мене суттєво, що на цьому тижні президент вперше назвав ту цифру, яку ми, партія захисників вітчизни, давно вже озвучували. Це цифра понад 10 тисяч вбитих українців. Тільки захисників. Ну, власне, мені цікаво, як ваша коаліція, дійсно, пане Юріо, ви створили цю коаліцію, і ви головуєте, як вона може тепер протиїти. Я тимчасово головую, зразу хочу сказати. Тимчасово, в нас нема там узурпації. Структура громадянського суспільства. Так от, власне, ви говорите про терористичні ці, да, угруповання, вони мають формалізовані, бути саме таким чином. Але, ну, я вам зразу дам відповідь, вони тоді не зможуть бути суб'єктом переговорів, а це, певно, що артикулюється зараз. Я не знаю. А вони що? Хіба є суб'єктом переговорів? Принаймні, зараз деякі, деякі, і народні депутати, в тому числі, озвучують, що, можливо, мовляв, з ними варто було б говорити, аби виходити з цієї кризи. Ну, і так далі. Я не знаю, до чого готують суспільну думку. О, це ви чітко сказали. До чого готують суспільну думку. Це ви так сказали, по Фрейду обмовились. А я вам скажу, до чого готують. Ну, слухайте, ну, певно, що політики мають готувати суспільну думку до сприйняття тих чи інших рішень, які похвалюють. Ми війну не називаємо війною. 5-го числа буде засідання Верховного суду, який вже в другий раз буде розвідати питання про бездіяльність президента, про визнання бездіяльності президента, де ми поставили питання про те, що він не виконав своїх передбаченої Конституції з обов'язань, де чітко записано в пункті 20-му така річ. Приймає відповідно до закону рішення про загальну обочасткову мобілізацію та введення воєнного стану. Це словом, та. Подивіться, перепровірте. Перепровірте мене ось у кінці. Ну, та, це Конституція. Це Конституція, я розумію, вона не обов'язкова сьогодні для тих, хто при владі. Тоді вони ставлять себе поза Конституцією. Так от, якщо би Верховний суд України зараз прийняв це рішення, він би спростив би долю і президенту, і прем'єру, і всім іншим. І я переконаний, що розмовляти зараз про вибори без прийняття відношень до так званих Мінських угод парламенту. Ми думку маємо почути парламенту. Аго, якщо ви мене чуєте там, наверху, в БПП, не тільки займайтеся тим, що зараз повстав завод цілий проти того, що вони займалися, чим попризначали, знімають директора заводу на 410-му заводі в Жулянах. Повстає весь завод в центрі України, в Києві прямо, який робить такі прекрасні, модернизує такі прекрасні літаки, все, і зараз повстав протидій керівництва концерну «Укробронпром», яке звільняє керівника, який зробив рентабельне виробництво, який зробив 8 тисяч зарплати на місяць середня і так далі. Його знімають і присилають фахівця, в якого понад 30 записів трудових книжків. Ми вам радимо звернутися з цією інформацією до нашого проєкту «Народна прокуратура» і, можливо, просто отримають допомогу насправді ці люди. Я звернусь.